Ураган Харви на юге США привел к катастрофическим последствиям. Десятки людей погибли, тысячи лишились жилья. Техас охвачен масштабными наводнениями, а Харви тем временем движется в сторону соседних штатов. О ситуации на данный момент подробнее мои коллеги. Вода прибывала очень быстро. Люди фактически оказались в смертельных ловушках. Некоторые дома затопило до второго этажа. Жертвами урагана Харви, который свирепствует в штате Техас уже шестые сутки, стали по меньшей мере 30 человек. Более 40 пропали без вести. На их поиски отправили несколько тысяч военных спасателей и добровольцев. В зону стихийного бедствия прибыл президент Дональд Трамп. Его самолет приземлился в аэропорту города Корпус Кристи. Этот прибрежный городок с десятитысячным населением первым принял на себя удар стихии. Это произошло в Техасе, но Техас сможет справиться с чем угодно. Сейчас вся страна, весь мир внимательно наблюдает за нашей работой. Это просто невероятно то, что вы сделали, чтобы победить этого монстра, известного как Харви. Ураган парализовал Хьюстон. Там разрушены сотни домов. Дороги превратились в полноводные реки. Более 300 тысяч человек остались без электричества. Все приюты переполнены. Конгресс-центр имени Джорджа Брауни, который превратили во временное убежище, может принять только 5 тысяч человек. Однако уже сейчас там разместили около 9 тысяч. Люди хотят узнать о судьбе своих близких, но власти не могут дать ответ. Тем более сейчас появилась другая проблема – мародерство. Мэр Хьюстона даже ввел комендантский час. Говорю совершенно откровенно, никто не должен находиться вне дома с 10 вечера до 5 утра. Слишком много людей, слишком много жителей нашего города в приютах. И я не хочу, чтобы они переживали, что кто-то ворвался в их дом или ограбил их в трудную минуту. Сейчас тропический ураган обрушился на Луизиану. По прогнозам метеорологов, позднее стихия двинется на север, в сторону штата Варканзас, Миссури и Теннесси. Анна Ильины, Наталья Шумакова. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...